Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Анна Кокорина. И вот о чем расскажем. Поедут в объезд на пересечении улиц Ватутина. Бульвар архитекторов полностью перекроет движение. Изменятся и маршруты общественного транспорта. Клещи атакуют. Почти 2000 мячей пострадали от укусов кровососущих. Обработка в парках продолжается, но мячей просят быть осторожными. Звезду интернета отправят на покой на месте макетного шара державы. Спустя почти 30 лет установят реальный арт-объект. И речайший по красоте. В небе на Домском можно увидеть большой парад планет. Когда? На пересечении улиц Ватутина и бульвара архитекторов полностью перекроют движение. Это случится выходные и связано с ремонтом тепловых сетей. Специалисты переходят к новому этапу реконструкции магистрали. Напомню, масштабный ремонт дороги начался в ноябре прошлого года. Сейчас закрытым остается перекресток 70 лет октября. И Степанца к неудобствам мячей просят отнестись с пониманием и заранее продумать пути объезда. Через месяц строители обещают открыть правый съезд с бульвара архитекторов на улицу 70 лет октября. Это позволит обеспечить сквозной проезд через ключевую улицу Левобережья. Ну а пока свои пути временно изменит и общественный транспорт. График на ваших экранах. Изменения коснутся пяти маршрутов. Номер 14, 23, 88, 139 и 272. Автобусы будут следовать по проспекту Комарова, улицам Перелета, Ватутина, Лукашевича, Волгоградская, Конева, вновь Ватутина, Дмитриева и 70 лет октября. От пожара в спортивном магазине на проспекте Мира пострадало 4 квартиры. Еще в нескольких сохраняется сильный запах гари. Жильцы временно переехали к родственникам. Мэр Сергей Шелест поручил управляющей компании помочь собственникам устранить последствия пожара. Напомню, пламя вспыхнуло на первом этаже пятиэтажки в городке Нефтяников. На момент прибытия спасателей огонь полностью охватил один из магазинов. Часть людей эвакуировала самостоятельно, других вывели сотрудники МЧС. Как сообщают очевидцы, одну женщину увезли на скорой. Сейчас угрозы обрушения дома нет. Чтобы обезопасить мечей, специалисты проведут инструментальное обследование. Что стало причиной возгорания и кто возместит ущерб владельцам квартир, еще предстоит выяснить. Больше двух тысяч мечей пострадали от укусов клещей. Почти 700 из них дети. Как сообщили в Роспотребнадзоре, почти 90% кровососущих, которых сняли с людей, были заражены боррелиозом. Это острая бактериальная инфекция. Первые признаки заболевания – сыпь, которая быстро распространяется по всему телу. Еще у 5% вредителей был найден клещевой энцефалит. Эта инфекция при попадании в кровь человека может привести к выражению центральной нервной системы. А мечам в период активности кровососущих нужно быть предельно осторожными. После каждой прогулки осматривать себя и детей. Добавлю, что в регионе продолжается коррецидная обработка территорий в списке парки, сады, детские учреждения и кладбища. В Усть-Ишимском районе продолжается просушка домов. С помощью тепловых пушек оборудование доставили из Омска. Сегодня специалисты отправятся в деревню Малая Гиза и село Орехово. После просушки все постройки дезинфицируют, обрабатывают также придомовые участки. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. По его поручению все необходимые мероприятия проводят оперативно, чтобы люди возвращались в свои дома как можно быстрее. Вообще же уровень воды в реках Усть-Ишимского района продолжает снижаться. На данный момент этот показатель в РТШ составил 894 сантиметра. Это минус 5 сантиметров за сутки. В реке Ишим уровень снизился на 14 сантиметров и сейчас держится на отметке 1370 сантиметров. Напомню, что в районе продолжают работать руководители региональных министерств и ведомств. Сотрудники МФЦ помогают жителям подавать заявления на получение единовременной выплаты. Уже в эти выходные в Омск прибудет Казанская икона Божьей Матери. Встреча чудотворного образа состоится в Кафедральном соборе 2 июня и продолжится божественной литургии. Чем уникальна Казанская икона Богородицы, рассказали иконописцы и эксперты. Подробности далее. Путеводительница. Так с греческого переводится тип написания Казанской иконы Богородицы под названием Адигидрия. Деву Марию с Иисусом на руках по церковному преданию впервые изобразил апостол и евангелист Лука. Причем сделан это на доске от стола, за которым сидели Иисус Христос, Пресвятая Дева и Иосиф Обручник. На Казанской иконе юный спаситель не сидит, а стоит на руке матери. А смотрит Мария и Христос не друг на друга, а на молящихся. Младенец с очень взрослым взором. То есть Лука иконописец писал уже младенца как бы не совсем в младенческом возрасте, а только состояние ребенка младенческое и при этом очень взрослый взгляд. И вот Богородица Казанская, она унаследовала как раз вот именно эти черты. Спасительницы земли русской Казанскую икону Божьей Матери начали называть после Великих Побед в трагические дни смутного времени. Этот образ вдохновлял бойцов народного ополчения имениной Пожарского. Она помогла освободить Москву от захватчиков. Считается, что победа в Отечественной войне была также одержана после молитв перед Казанской иконой. С этим образом Казанской Божьей Матери связано именно победоносное шествие в России наших воинов. И очень хорошо, что в это время, когда мы с вами тоже находимся в специальной военной операции, и Россия нуждается в поддержке, Божья Матерь вот так вот явилась, чтобы показать, она рядом, она помогает. Свой крестный ход, самый почитаемый образ всей страны, начал 6 мая из Москвы. После благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Прошу принять этот образ и пронести его по городам и весям нашей страны. К нам в город икону привезут из Тюмени. Встреча образа в Омске пройдет 2 июня в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Каждый час перед ним будут совершаться молебны с акафистом. Доступ к святыне будет открыт 2 июня с 11 до 21 часа и 3 июня с 7 до 16 часов. А мечей приглашают побывать на богослужениях, приложиться к святыне, помолиться об Отечестве, российском воинстве и победе. Наталья Азмага, Анастасия Донец, Сергей Леен, Вебер, 12 канал. Спустя почти 30 лет в Омске установят настоящий шар державы. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. Временный макет памятника занял свое место на площади Бугольца еще в 1997 году. Из-за дефицита средств металл на корпусе заменили стеклопластиком, а рельеф имитировали живописными изображениями. С тех пор пробная версия памятника так и не была заменена. Более того, даже успела стать звездой интернета, когда сдвинулось место из-за штормового ветра. Настоящий шар изготовит скульптор Михаил Минин. Говорит, уже разработал пластилиновый макет с барельефами. Размеры памятника не изменятся. Место установки тоже. Сейчас идут поиски инвестора. Амичи смогут увидеть большой парад планет. Это крайне редкое явление, когда планеты Солнечной системы выстраиваются в узком секторе неба по одну сторону от Солнца. Самое интересное, что увидеть часть парада можно без использования телескопа. Начало прогнозируют в ночь на 3 июня. Это раз в 10 тысяч лет появляются такие соединения. Средний, а сейчас его великим называют, без Плутона, раз в 170 лет. Последний был в 1982 году. В один ряд выстроится сразу 6 планет. Это Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Последний можно увидеть невооруженным глазом. Есть и другие новости от астрономов. Сегодня Омск накроет магнитная буря. Она продлится до 3 часов следующего дня. Мощь космического явления классифицируется как средняя. Однако метеозависимые люди все равно могут испытывать недомогание в этот период. Отмечу, что целый месяц после этого магнитосфера будет спокойной. Сразу 24 омских спектакля поборются за звание лучшей театральной работы. Конкурс стал доброй традицией для всех актеров и режиссеров Омской области. Лидер по количеству заявленных постановок в музыкальный театр, сразу два театра «Галерка» и «Тюз» покажут свои версии преступления и наказания. Отсматривать омские постановки будут семь экспертов. Они отправятся по театрам, чтобы выбрать лучший спектакль и огласят свое решение 10 июня в Омском доме актера. Там же вручат и премию «Легенда омской сцены». Ее обладателями стали солистка музыкального театра Ирина Трусова и ведущие актеры омской драмы Николай Михалевский и Татьяна Филоненко. О спорте омские велогонщики завоевали несколько медалей на всероссийских соревнованиях в Ижевске и на международных стартах в Туле. Баскетбольный «Нефтяник Титан» сохранил в своем составе одного из ключевых игроков обороны, а вот волейбольная «Мичка» расстается со своим «Либера». Подробности у спортивного обозревателя 12-го канала Алексея Дарьева. Трансферные новости продолжают поступать из лагеря нашей баскетбольной дружины. Стало известно, что состав команды «Нефтяник Титан» покинула разыгрывающая Екатерина Головченко. В нынешнем сезоне Катя приняла участие в 28 матчах и набрала 163 очка. Покидает нашу команду и разыгрывающая Екатерина Крылова. К сожалению, минувший сезон баскетболистка практически полностью пропустила из-за травмы. В общей сложности, начиная с 2022 года, в составе «Нефтяника Титана» она провела 25 матчей и набрала 127 очков. А вот защитник Анастасия Максимова продолжит выступать за «Волчиц» и в следующем сезоне. Для Насти предстоящий чемпионат будет четвертым в форме «Нефтяника Титана». В общей сложности в составе нашей команды она провела 129 матчей и набрала 646 очков. Свой первый матч за «Волчиц» Анастасия Максимова провела 11 лет назад, в сентябре 2013 года. В том сезоне Настя внесла большой вклад в завоевание первых омских медалей. Происходят в нынешнем межсезонье изменения и в составе волейбольной «Амички», завоевавшей по итогам завершившегося недавно чемпионата путевку в элитный дивизион – Суперлигу. Омск покидает доигровщица Дарья Бобровская. Даша является воспитанницей омского волейбола и начинала свою карьеру в нашем клубе. Всего ею было сыграно 4 сезона в составе «Амички». Но теперь Даша продолжит карьеру в другом клубе. Также «Амичка» говорит спасибо и одному из «Либера» – Алене Бек, проведшей 2 сезона в составе омского клуба. В Туле завершился первый крупный трековый старт сезона для лидеров российского, белорусского и казахстанского велоспорта – Гран-при Тулы. В гонке по очкам «Амичка» Мария Иванцова стала серебряным призером. Бронзовую награду в гонке с выбыванием завоевала Дарья Степанова. Чуть ранее там же на тульском велотреке прошли всероссийские молодежные соревнования. В скречи бронзовую медаль завоевал омский гонщик Максим Фурман. В Ижевске на всероссийских соревнованиях по велоспорту на шоссе среди юниоров бронзу в индивидуальной гонке на время завоевала мич Глеб Кулагин. Алексей Дарьев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. В борьбе с зависимостью каждая секунда имеет значение. Переверни свою жизнь. Свобода предоставит тебе момент нового начала. Сделай этот шаг прямо сейчас. Помогут определиться с выбором профессии в омском филиале Московского университета «Синергия». Прошел день открытых дверей. Потенциально абитуриенты познакомились с преподавателями и узнали о специальностях, по которым в ВУЗе ведут обучение. Подробности в сюжете. Вот это чем? Ну я. Второй, который я нашел у тебя в столе с затертыми четырьмя клавишами. Вот так необычно презентовали свои специальности студенты омского филиала университета «Синергия». В рамках дня открытых дверей ВУЗ принимал гостей. И еще пока школьники знакомились с направлениями и педагогами, чтобы уже завтра принять важное решение – выбрать будущую профессию. Два года назад также, будучи выпускницей школы, впервые в университет пришла и Анастасия Филатова. «Синергия» – это первый университет, в который я решила подать свои документы. И как только я сюда вошла, я поняла, что это то место, где я хочу учиться, и другие варианты я не рассматриваю. Обучение здесь удобное и интересное. С первых лекций у нас произошло сильное сплочение с преподавателями. За два года они стали для меня очень родными, буквально семьей. Наличие специальностей по разным направлениям впечатляет от педагога до специалиста по работе с искусственным интеллектом, от маркетолога до коуча. Филиал ведет активную внеучебную жизнь. Ребята принимают участие в городских и областных мероприятиях. Активно проявляют интерес к социально значимым акциям. У нас есть волонтерский состав, студенческий совет и творческая студия. Студенческая жизнь проходит не только в стенах нашего колледжа, а также за пределами его. Например, мы ездим на всякие форумы, тренинги, музеи, театры и выставки. Наряду с классическими образовательными программами университет предлагает освоить интересующую специальность заочно с использованием дистанционных образовательных технологий. Образовательная деятельность филиалия осуществляется высоко квалифицированным профессорско-предподавательским составом. Учебные группы формируются численностью, которые позволяют наиболее эффективно осваивать учебные программы. И к каждому студенту имеется индивидуальный подход. Филиал организует прохождение практики у партнеров в рамках заключенных соглашений. Сейчас здесь обучается более 1200 студентов. Около 250 выпускников 2024 года совсем скоро получат дипломы государственного образца московского вуза. В стенах филиала им помогут составить резюме и собрать портфолио. Подготовят к собеседованию. Посодействуют трудоустройстве в компании партнеры по всей России. Юлия Вдовиных, Санат Оксанов, 12 канал. И о погоде завтра. 1 июня в Омске переменная облачность. Возможно осадки в ночное время до плюс 7, днем до 18 градусов выше нуля. В районах облачно, небольшой дождь. Ночью до плюс 8, дневная температура 14 градусов тепла. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. На этом выпуск завершен. Следующий смотрите в 14 часов. А эфир продолжит программа «Управдом». Редактор субтитров А.Семкин